Часто мы слышим истории, как наши сограждане уехали за границу и построили успешный бизнес за пределами родной страны. Тем не менее и у нас можно начать развить свое дело. Это передача об иностранцах, которые не побоялись оставить свой дом, приехали в Кыргызстан и полюбили его. Они продолжают развиваться и создавать рабочие места уже для наших граждан. Первым героем в цикле передач стал азербайджанский бизнесмен Самир Мурадов, который открыл в Кыргызстане современную лабораторию. Здравствуйте. Один из первых вопросов – это, естественно, кто Вы по образованию? Я окончил Азербайджанский медицинский университет государственный, специализация хирургия. Окончил в 2002 году. После пошел на службу, был офицером. И потом уже с 2004 года работаю. Работал как в больнице, так и в частных секторах. Потом по судьбе так получилось, что 8 лет назад общий знакомый, друг пригласил нас сюда. Через Москву мы его знали. Он пригласил нас в Кыргызстан. Ну, скажем так, на неделю нравилось, остались здесь. Легко ли было начинать этот бизнес? С какими трудностями Вы столкнулись? Вы знаете, никакой бизнес начинать – это легкости не бывает. Само собой, любой бизнес требует усердной работы. И трудности бывают на начальных этапах, чтобы как-то работу построить на уровне. Как Вы видели, Вы уже прошлись по лаборатории, видели, что уровень достаточно высокий. И конкуренция есть сильная, скажем. И поэтому приходится не просто работать, а пахать. Почему для бизнеса Вы выбрали именно лабораторию, несмотря на то, что по образованию Вы хирург? Я очень давно занимаюсь также маркетинговой деятельностью. И анализируя рынок, обнаружили определенные пустоты. Пустоты именно в лабораторном секторе были. То есть пустоты в плане, то есть возможно еще открыть лабораторию, возможность открыть лабораторию и как бы поднимать ее. И поэтому решили открыть лабораторию, с одной стороны, как в качестве для того, чтобы, скажем, служить народу и как бы полезно делось. И с другой стороны, с точки зрения бизнеса тоже как бы относительно рентабельное получается. Поэтому решили лабораторию открыть. С чего именно и как Вы начали свой бизнес? Если честно, решили всего за, ну скажем, какие-то 5 минут. Сидели, но в принципе анализ рынка был, что возможно открыть лабораторию. А так конкретное решение было принято в течение 5 минут. И название придумал в течение, скажем, тоже 1-2 минуты сразу. И дизайн сам нарисовал, цветовую гамму сам составил. Это все как бы экспромом, скажем. Да, и в принципе сама лаборатория быстро-быстро запускалась. С момента, как, скажем, идея возникла, вплоть до запуска лаборатории прошло всего 2 месяца. И за 2 месяца, ну само собой постепенно еще более усовершенствованные, более новейшие анализаторы стали поступать. Вот сейчас у нас еще одно оборудование из Германии в пути буквально на днях будет. Тоже полностью автоматизированная система. И вот так постепенно развиваемся. В каких странах помимо Кыргызстана Вы работали? Работал само собой в Азербайджане, работал в Таджикистане, в Казахстане работал. Если так смотреть, и в Африке работал. Да, и вы знаете, у каждого свой подход, у каждого свое мнение. И для меня лично Кыргызстан является среди всех стран СНГ единственной страной, где можно спокойно работать, жить и где хотя бы есть закон. Вот для меня это лично сугубо мое мнение. Может кто-то не согласится, может кто-то согласится, но у меня личное мнение такое. Я согласен ездить там по где-то недоделанным дорогам, но работать спокойно, без всякого напряжения. Что было самым трудным здесь? Вы знаете, я в принципе такой человек, что из всех ситуаций стараюсь больше положительные эмоции воспринимать. И я не могу сказать, что самым трудным для меня здесь что было. Слава Богу, здесь все друг друга понимают. И со всеми можно найти общий язык. И как таковых сильных трудностей, сильных препятствий не было. Ну если взять относительно, скажем, чуть-чуть напряжения было со стороны конкурирующих компаний. Ну и тоже не могу сказать, что это слишком трудно было как бы удержаться. Но, как видите, процветаем, развиваемся. Какие успехи у вас есть сейчас? То есть сколько у вас филиалов? Насколько оборот повысился или пока нет? Ну, само собой, я здесь сейчас все цифры вам не выложу. Оборот повысился. Ну, растем. Филиалы с каждым месяцем увеличиваются. Работаем во многих регионах. Начиная с юга до севера. Оржская область полностью. Кызылкия там входит. Наукат, Карасу, Узген, Араван. Потом Джалабадская область. Вплоть до Базар Кургана работаем. В Таласе недавно запустились. В Нарыне сейчас менеджеры наши работают. Сейчас скоро запускаемся. По городу достаточное количество филиалов есть. Ну, это, вы знаете, большее количество, чем больше мы заборных пунктов открываем, тем больше, как бы, удобств для населения. То есть, чем ближе к дому, чем ближе к медицинским государственным учреждениям находятся пункты, тем легче для пациентов. Вышел утром около дома, сдал анализы, обратно пошел домой. Какие планы у вас на будущее? Будете ли вы еще расширять лабораторию? Я знаю то, что вы строите клинику. Как скоро она построится? Ну, вот, строительство началось зимой. Зимой началось строительство. И, ну, если сказать честно, чтобы построить хорошую клинику, ну, минимум еще год нужен. Минимум год нужен. А планы такие только усовершенствоваться. Допустим, у меня планы есть развиваться в направлении генетики, в направлении вирусологии, микробиологии. Недавно, допустим, с Турции приглашал профессора, микробиолога, вирусолога тоже общались, планы строили, когда можно запускать. И только планы только в сторону развития. Сколько человек сейчас у вас работает на фирме? Еще в лаборатории, если полностью весь штат взять, и есть еще, которые на стажировке находятся, которые обучаются на стадии обучения, если все это учитывать, где-то около 70 человек. Это в основном все врачи? Нет. Туда входят и курьеры, и регистраторы, и медсестры, и администрация, бухгалтерия. Сами видите, что вот врачи сейчас отошли, оборудование полностью работает. Это в первую очередь означает, что полная автоматизация процесса. То есть человеческий фактор мы в лаборатории Евролаб свели к минимуму. Врачи только наблюдают сейчас за работой анализаторов. У нас, кроме того, предусмотрены экстренные случаи. Если вдруг, допустим, свет выключается, у нас есть источники бесперебойного питания, которые поддерживают сам процесс, и как бы работа на этом не останавливается. Ну, само собой, часть оборудования, большая часть, единственным экземпляром в Кыргызстане. Вот, например, Backman Culture AU-480, полностью автоматизированный биохимический анализатор. Это 100 анализов в час. То есть анализы 100 пациентов мы можем за один час выдать результаты. То же самое, и Мулай 2000, производство компании Siemens, полностью автоматизированный ИФА-анализатор. На нем мы можем производить 90 анализов разом, поставить однократно. То есть анализы 90 пациентов мы можем сразу подставить и пустить в процесс. Потом у нас есть еще новшества. Там у нас, вы уже видели, есть полностью комплект жидкостной цитологии. То есть жидкостная цитология, она, в свою очередь, как бы более информативна и дает больше результата, чем обычная, более точный результат, чем обычная цитология. Недавно завезли, уже пустили в процесс, сейчас проходит тестовый режим. И на днях уже будем непосредственно жидкостную цитологию принимать пациентов. В связи с тем, что система полностью автоматизирована, все результаты, как только анализатор сам готовит, непосредственно через компьютер по всей сети передается в общую базу данных. То есть регистраторы, которые сидят у нас на всех пунктах, находятся, они сразу в онлайн-режиме видят, какой анализ готов, а кто не готов. И могут сразу распечатывать и выдавать пациента. У нас есть система штрих-кодирования. То есть каждый пациент, каждая пробирка, скажем, каждый ваку-трейнер имеет свой штрих-код. Это сделано для того, чтобы даже если там сколько пациентов, вот тысячи, две тысячи пациентов, сколько бы не было, если сдают в один день анализы, хоть разные дни, то мы исключаем таким образом возможность перепутать пробирки, анализы. Знаете ли вы киргизский язык? Понимаете абсолютно все, понимаю. А так, само собой, если я здесь живу, я стараюсь больше изучать, ну, скажем так, относительно и разговаривать могу. Были ли вы в школе прилежным учеником? Я был и хулиганом, который учился отлично, скажем так. Скажу честно, в студенческое время я очень сильно учился, очень много занимался над собой, да, и после университета тоже. Я, кроме медицины, также много литературы читал по маркетингу, по менеджменту, основам управления персонала. И вот знания, приобретенные мною, они очень большую роль играют и до сих пор. При приеме сотрудников на работу, при общении с ними, вы знаете, если руководство в знаниях, в опыте работы слабее подчиненных, там уже о никаком менеджменте не может быть и речи. Чем вы занимались в молодости помимо медицины? Я знаю, что вы что-то еще открывали, как-то двигались. По молодости? Ну, в студенческое время я, тогда же еще интернета в 90-е годы, интернет же не сильно был развит, я выпускал электронные книги, сам программировал. Медицинскую литературу, которая стоила, допустим, достаточно больших денег, я их покупал, потом выпускал в виде дисков, продавал также в своем университете студентам. Допустим, книга, ну, на данный момент эта книга уже распространена много, Эмри Литман, есть оперативная хирургия, 1200 страниц. Я ее запрограммировал полностью на компакт-диск, в программном формате именно, и по 5 долларов продавал. После того, как бизнес наладился, стал выпускать еще несколько дисков. С какого момента вы почувствовали зачатки в бизнесе в себе? Меня, скажем, один раз в жизни всего мама отшлепала, это в 6 лет. Она когда увидела, нашла у меня в кармане свою трехмесячную зарплату, тогда меня отшлепало, что я тебя в школу отправила учиться или деньги зарабатывать. А я в аптеке покупал вот эти желтые витаминчики, флаконами покупал и по всей школе в розницу продавал. И поэтому, как бы, получил за это. Как это не бояться оставить все на родине и двинуться в совсем чужую страну? Вы знаете, сейчас не советские времена, чтобы сидеть дома после шести, скажем, работать обычным инженером, рабочим, даже ученым, даже врачом, получить 120 рублей зарплату. На эти же деньги содержать семью и еще можно еще по 10-20 рублей откладывать. Поэтому иногда приходится, само собой, я патриот своей страны, я люблю свою страну, поэтому и пошел, отслужил в горячей точке. Как бы, определенную часть своего долга своей родине отдал. Ну, а что поделать сейчас? С каждой, как бы, ему, где легче удается, ну, не только легче, вы понимаете, есть вопросы, есть такое выражение, говорят, если знаешь, зачем любишь, значит, не любишь. Поэтому иногда мне спрашивают, зачем любишь Кыргызстан, порой я просто не могу ответить. Вот и начали здесь работать, остались. Как вы рассматриваете дальнейшее будущее? То есть вы хотите остаться здесь и работать, либо будете продвигаться в другие страны, или совсем уедете? Какой план? Нет, совсем уехать у меня планов нету. А так в других странах развиваться, открывать тоже частные лаборатории, медцентры, есть в планах. Причем в ближайшем будущем мы уже начнем вот эти все процессы уже. Большое спасибо за беседу, была правда очень интересная беседа. Мы многое узнали и о лаборатории, и о том, как строить бизнес, и о том, как не бояться. Это самое главное. Спасибо. 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 Спасибо.